Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте немножко поговорим о таком деле, как благотворительность. Это уже так звучит несколько сложно, но я попробую объяснить это с точки зрения Торы. Ребе Менахин Медл Шнерсон сказал, что Бог сотворил мир как очень сложную систему, где отдают и берут. Все наше существование основано на этой связи. Например, растения нуждаются в блоки сиуглерода, который выдыхает человек, а людям необходим кислород, вырабатываемый растениями. Благотворительность является одним из примеров этой модели. Дающие и принимающие нуждаются в друг друге. При этом говорит Каббала, что бедняк делает для богача больше, чем багаж для бедняка. Так говорили наши мудрецы. Понятие благотворительность, оно очень объемное и гораздо больше, чем денежные средства и все там какие-то материальные помощи другому человеку. Благотворительность, по сути, это готовность уделить часть собственного времени, собственных сил, собственной энергии тому, кто беднее. И это деяние во благо другим должно быть бескорыстно, но на добровольных началах. Это безвозмездно оказываемая помощь тем, кто находится в нужде или пристесненных жизненных обстоятельствах. Так что можно делиться с нуждающимися продуктами, одеждой, там можно собственным трудом, таким ресурсом, знаниями, умениями. Торой помогает тебе. Каждый раз, когда ты помогаешь повысить качество жизни, ты вот именно этим и занимаешься. Например, внуки могут научить бабушек и детушек пользоваться современной техникой или компьютером. Это тоже благотворительность. Каббала говорит, что в отношении благотворительности есть одна большая тайна. Тайная благотворительность усмиряет гнев неба. Когда человек дает и никто не знает, это я вам раскрою еще один секрет. Я много лет вот на всех, там и к стене плача, когда приезжаю, и там какие-то могилы праведников, я всегда беру какую-нибудь бумажку денежную и вкладываю ее в молитвенник, обычно в тигилин, и ставлю на полочку. И мне кажется, что Бог сам распределит, кто откроет, найдет, и это будет ему знак, что его молитва там принята. Это очень интересно. В любом случае, повторяю, тайная благотворительность усмиряет гнев неба. Я просто привел пример. В Торе сказано, от каждого человека, кто побудит сердце, когда давали на скинье. Слово человек выглядит здесь лишним. Можно было написать, от каждого, кого побудит сердце. Но в книге Заар Шимон Барьяхай говорит, от каждого человека, от того, кто называется человеком, от того, кто преодолевает свое злое начало. Ведь каждый, кто побеждает злое начало, зовется человеком. И когда человек дает, он каждый раз побеждает злое начало. Вообще, вот это преодоление системы брать-давать, когда человеку хочется брать, а на самом деле ему надо давать, это и есть основа жизни на земле. Сказано, один человек пришел просить благословения у каббалиста Мардыхая Шараби. Ему предстояла тяжелая операция по удалению опухоли у легких. И он просил благословения. Он посмотрел, раф на него, на снимок, и говорит, нет никакой опухоли. Пятна на снимке, это тромб. Если дашь 12 тысяч монет на благотворительность, этот тромб выйдет сам с собой. В тот же день человек отдал требуемую сумму, и ее распределили для помощи бедным. На следующий день он лег в больницу, попросил перед операцией сделать снимок. Сделали снимок, говорят, что не знаем, не понимаем, ничего нет. Он поехал к Раву, говорит, Ребе, что спасибо. Тут говорит, смотри, свыше было постановлено, чтобы ты отдал 12 тысяч на врачей, лекарства и так далее. А после того, как ты потратил эту сумму на благотворительность, постановление было отменено. Надо вдуматься, это большая кабала. У богатых евреев Испании был такой обычай. У них дома стоял специальный стол, за которым каждый день сажали бедных людей и кормили их. А когда хозяева умирали, им делали гроб из дерева этого стола, это обычай символизировало, что умирает, человек берет с собой лишь ту благотворительность, которой он занимался, и больше ничего. Есть еще такая маленькая притча, один богач спросил у приятеля. Почему меня упрекают за жадность? И ведь известно, что я все решил после смерти своей, написал, все передать на благотворительные цели. Тут говорит, знаешь, я тебе расскажу. Свинья однажды жаловалась корове, что к ней плохо относятся. Вот люди говорят, корове все доброе, нежные глаза, ты даешь им молоко, масло. Но я даю больше, я даю колбасу, окорок отбивные, даже ножки мои варят. И все равно меня не любят. Корова подумала и говорит, ты знаешь, я даю все это еще при жизни, а ты... Так что надо вовремя давать дозаку и понимать. Раф Каанман, глава Ишивы Паневежес такой был, однажды услышал, что один американский еврей хочет пожертвовать огромную сумму на строительство здания в Израиле. И он пытался с ним выйти на связь, все там, ему не удалось. То есть, после какое-то время он отправился на океан и сидел в самолете и убедился, что оказалось только что этот человек, вот то, что он ищет. Он ему сказал, что, вы знаете, я уже деньги отдал на строительство стадиона в Тель-Авиве. И тогда Раф объяснил ему, а знаешь, почему я так старался, не мог тебя найти? Потому что у тебя не было достаточно заслуг, чтобы пожертвовать деньги на святую Ишиву. Вот так надо понимать боготворительность. Это заслуга человека, если он дает. Прохавы от слоха.